Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном вебинаре «Правильный понедельник», который посвящен основным событиям прошлой недели, которое выдалось у нас на редкость удивительной и интересной. Я думаю, что события, связанные с Brexit, это уже, не думаю, абсолютно уверенно, историческое событие, и мы видели, как перед нашими глазами вершилась история. Это действительно беспрецедентный повод, о нем уже мы поговорили достаточно, и на выходных был брифинг, собственно, сегодня в 9.30 по московскому времени, те, кто присутствовал в прямом эфире, мы также коснулись и обсудили эту ситуацию. Ну, разумеется, в ходе вебинара также я обращу внимание на эту тему, и, честно говоря, может быть, даже ее стоит пронести такой белой нитью через весь вебинар, поскольку совершенно очевидно, что более серьезного фундамента сейчас на финансовых площадках попросту нет. Традиционная проверка связи. Прежде чем двинемся дальше, как меня слышно и нет ли проблем с изображением? У меня, собственно, и презентацию видно, и со звуком все нормально. Если все окей, можно поставить плюсики в общий чат, либо в рубрику «Вопросы». Дмитрий и Валерий, большое вам спасибо. Понимаю то, что связь сейчас в норме, значит, можем двигаться. Также напоминаю, что могут возникнуть технические трудности. Я думаю, что те, кто регулярно посещает вебинары, знают то, что они случаются. К сожалению, вина не наша. Площадка иногда бывает нестабильна, но все-таки мы стараемся в последнее время вот эти технические погрешности полностью устранить и вычленить из нашего эфира. Если такие возникнут сегодня, может пропасть и звук, и изображение, ни в коем случае не покидайте комнату, поскольку связь также быстро будет и восстановлена. Но в любом случае, если вы заметите быстрее, что возникли какие-то трудности, возможно, со звуком, я буду признателен вам за обратную связь, потому что вы для меня, опять же, первичный фильтр, который мне нужно использовать, чтобы понять, что появились какие-то трудности. Полагаю, что те, кто хотел присоединиться к вебинару, уже в сборе. Те, кто не смог, посмотрят уже запись, которая будет доступна на нашем официальном канале на YouTube, уже завтра с утра. Обсудить нам есть действительно что, поэтому давайте не будем терять время и начнем традиционно прямо с самого начала. Что касается сценария, то он традиционно неизменный. Это основные события прошлой пятидневки, анонс ключевых релизов предстоящих дней и, соответственно, исключительный слайд – это ценовые ориентиры по наиболее популярным валютным парам. Как вы прекрасно могли заметить, европейская валюта открыла прошлую неделю с локальных потерь против доллара. Ключевым событием первых двух торговых сессий выступили сначала, конечно же, ожидания британского референдума, да и в целом буквально даже не то, чтобы в начале недели. Уже на протяжении последних двух-трех недель трейдеры просто теряли терпение. Когда же все-таки это народное возведение? 23 июня. Денит немалимо приближался, но помимо референдума до 23 июня был еще насыщенный календарь. И насыщенность этого календаря в начале прошлой пятидневки была представлена как раз пресс-конференциями. Драги, руководитель Европейского Центрального Банка, и пресс-конференция председателя ФРС Джанета Елен. Первым выступил Драги, спровоцировав падение евро к недельным минимумам. Не помог даже рост индекса текущих экономических условий Института Зью, который прибавил 54,5 с 53,1. Также хорошая статистика и по индексу настроения в деловой среде Института Зью. Здесь скачок еще более существенный и совершенно очевидный контраст. Если в прошлый раз у нас был индикатор 6,4, то сейчас 19,2. Но в любом случае я хочу сказать, что подобная статистика Зью, она, конечно же, закладывала уже фактические итоги Брексита. И если ссылаться на такой индикатор, как Зью, и, в принципе, на хорошую статистику, можно отметить, что никто не сомневался в том, что Англия сохранит свое членство в рамках Европейского Интеграционного Союза. Но реальность, как вы знаете, совершенно иное дело дошло до того сценария, который никто не прогнозировал, не допускал. Потому что даже до самого последнего момента, когда уже начали отчитываться избирательные участки, стали подчитывать голоса. Даже когда появился небольшой перевес в сторону тех, кто выступает за Брексит, все равно на рынке присутствовали ожидания, что сейчас поспеют более здравомыслящие регионы в рамках Англии. И они смогут сместить вот этот полюс мнений и перевес в сторону тех, кто выступает за сохранение членского билета в рамках Европейского Союза. Но статистика говорила об обратном. Каждый новый избирательный участок, к сожалению, усиливал вот эту полярность. И в конечном счете мы вышли на то, что число проголосовавших за Брексит превысилось 17,5 миллионов человек. А общая разница больше, чем, по-моему, миллион триста. Это, конечно же, уже серьезное расхождение. И к Брекситу мы, собственно, с вами вернемся. Давайте не будем отходить от локальной статистики. Если я сделал ставку на ЗЮ, я хочу добавить то, что в хорошие данные по ЗЮ на прошлой неделе и в рамках прошлого месяца закладывались ожидания того, что ЕС останется неделимым, нерушимым. То есть европейская мечта и дальше будет возвращаться в рамках соответствующих ведомств и руководства. Поскольку дело дошло до радикального сценария, уже можно настраиваться на то, что следующая статистика по ЗЮ будет просто катастрофически плохой. И она укажет нам на очень мрачные настроения бизнесмена. Поскольку бизнес будет, конечно же, отталкиваться от того, что Брексит приведет к спаду в промышленности, скажется на слабых показателях экспорта и на слабом спросе внутри экономики. И в конечном счете это выведет нас на слабую статистику по ВВП. Между прочим, по еврозоне ВВП и без того оставляет желать лучшего. И тем более, что мы с вами знаем, что одной из проблем, с которой до сих пор не может побороться никак европейский регулятор, да и в принципе весь валютный блок, это низкая потребительская активность. И, к сожалению, постфактум Брексита ситуация будет только усугубляться. Что касается выступления Елен, то ее слова напротив оказали бодрящее воздействие на американца, но и на тех, кто верит, что американская экономика на пути к повышению процентных ставок. И, соответственно, следующие риторики, выступления, экономические релизы будут подстегивать интерес к доллару и настраивать на то, что повышение ставки это уже как ПИД, неизбежное событие, к которому мы еще вернемся, может быть, даже не один раз до конца 2016 года. Если говорить конкретно про формулировки Елен, безусловно, как и всегда, она сказала очень много, но в целом то, что вызвало наибольший интерес, это сообщение о планах Федерального комитета продолжать двигаться на пути медленного повышения процентных ставок. Ну, правда, она сделала ставку на то, что так называемые встречные ветры успокоятся, это глобальные риски. Но Brexit мы уже можем обозначить как штормовое, даже не предупреждение, уже фактическое явление, стихийное бедствие, которое только ухушит, подорвет финансовую стабильность и приведет к ухудшению экономической конъюнтуры. Да, я допускаю то, что сейчас мы уже будем не так рьяно бороться за идею повышения процентной ставки, поскольку теперь рынку придется адаптироваться к тому, что случилось, рынку нужно подстроиться под факт выхода англии состава ЕС, нужно понять, какие риски будут дальше развиваться в мировой экономике, как регуляторы будут им противостоять. Поэтому повышение процентной ставки мы с вами оставляем идею как про запас, поскольку сейчас Brexit как событие успокоится, неделя, две, три, и мы будем вынуждены вернуться к фундаментальной статистике и к отслеживанию, опять же, преемственности этого фона и оценке и анализу того, каким образом последующие отчеты смогут повлиять на позицию ФРС. Елена также отметила, что во втором квартале трейдерам, участникам рынка уже можно настраиваться на хорошие данные по ВВП, поскольку статистика располагает к тому, что общий экономический рост явно кажется лучше, чем в первом, а что касается первого, это слабость его была проявлением сезонных факторов, сейчас это уже не так. Про инфляцию также говорил, отметив то, что целевой показатель постепенно уже маячат на горизонте, и американская экономика доберется до него, ну может быть в перспективе полутора лет, может чуть больше, поскольку динамика личных доходов, личных расходов, заработных плат, состояние промышленного сектора, рынка труда, недвижимости указывают на то, что американская экономика явно на коне, она имеет основание и возможности для создания новых рабочих мест, нуждается в экономически активном населении, готова трудоустраивать, это приведет к росту уровня материальной жизни, к росту заработных плат, и, наверное, логично предположить, это все повысит потребительскую активность, и пристенет индекс потребительских цен. Ну, здесь мы также опять снова отвлеклись, пока все-таки давайте не будем циклиться на ФРС, и, соответственно, планах по повышению процентной ставки, поскольку еще много воды утечет, прежде чем ФРС все-таки выйдет на это решение. Ну, наша задача следить за новостным фоном, я думаю, что мы неплохо справляемся с этой задачей, поскольку у нас есть возможность с вами встречаться каждый день, следить за новостным фоном, за фундаментом и анализировать все макроэкономические данные, которые становятся очевидными для рынка, ну и иногда мы делаем ставку на те новостные поводы, которые рынки не замечают. Поэтому приглашаю вас так незамысловато на следующие брифинги, которые, разумеется, также по принципу преемственности состоятся и завтра, и послезавтра, и в четверг, и в пятницу, и так далее. Если вернуться к непосредственной реакции пары доллар-японская иена, то, безусловно, комментарии Джанна Террина поддержали американца, и поспособствовали тому, что пара доллар-японская иена закрыла вторник на отметке 104.72. Отмечу также, что интерес к доллару-японской иене подкрепляется и по-прежнему присутствующими ожиданиями того, что банк Японии снизит процентные ставки уже в ходе июльского заседания. И мы не только сейчас ориентируемся на возможность снижения процентной ставки, но и ждем, когда же все-таки банк Японии пойдет на расширение программы количественного осмельчения. И в прямом смысле это может произойти в любую секунду, в любую минуту. Буду признателен вам, если по ходу, собственно, вебинара вы будете еще следить за динамикой пары доллар-японской иены, если там пойдет какое-то интересное движение, пожалуйста, сообщите об этом в чат. Я думаю, будет всем интересно посмотреть за тем, как развиваются события прямо сейчас. Потому что чем глубже сейчас пара доллар-японской иены уходит ниже, тем больше вероятность того, что проявит решительность банк Японии и, может быть, проведет валютную интервенцию, либо начнет вербально поддерживать рынки обещаниями расширения программы количественного осмельчения, может быть, на 10, может быть, на 20 триллионов иен в год, либо снижение процентных ставок. Мы ждали то, что подобные изменения в рамках японского регулятора должны были произойти в июне. Но, к сожалению, июньское заседание уже в истории и постфакту мы можем говорить о том, что банк Японии просто оставил возможность вмешательства подобных действий и отложил эту решительность на, как минимум, следующее заседание, которое состоится уже в июле. Ну, мы уже практически закрыли этот месяц, поэтому можно сказать то, что оно уже не за горами. И, значит, мы будем следить за этим событием. Может быть, наконец-таки дождемся хотя бы в июле его. И вероятность этого крайне высока, потому что все-таки дело дошло до Brexit, который предполагался как абсолютно нереальный сценарий. И в ходе последнего заявления высокопоставленных чиновников Банка Японии была неоднократно озвучена идея того, что если все-таки Англия покинет ЕС, тогда Банк Японии может ускориться вот в этих мерах экономического стимулирования и, наконец-таки, порадовать тех трейдеров, которые ожидают неплохого пинка для слабости японской валюты, что будет также использовано для занятия и получения прибыли в длинных сделках по паре доллар-японская иена. По процентной ставке какие сейчас ожидания? Ставка сейчас минус 0,1% в рамках Японии. Но я думаю, что если мы говорим с вами про Brexit, ее нужно снижать уже не на 0,1%, а может быть даже на 0,2% или 0,3%, поскольку только так можно будет говорить о том, что Банк Японии пытается противостоять чрезмерному укреплению японской валюты и хочет хоть как-то помочь национальным производителям и простимулировать темпы экономического восстановления. Если говорить про другие валютные активы, до Brexit у нас фунт оставался в центре внимания. Безусловно, потому что он действительно лихорадил в прямом смысле. В преддверии референдума сыпались новые отчеты общественного мнения, обзоры разных агентств, которые давали противоречивую информацию. Если даже поставить и обратить внимание на букмекерские конторы, там также закладывался в качестве возможного сценария вероятности любые исходы, но букмекерские компании отмечали то, что вероятность того, что Англия сохранит свое членство в рамках ЕС, превышала даже 80%. Отсюда и коэффициенты. То есть те, кто ставил на выход Англии состава ЕС, увеличили свой капитал с коэффициентом в 5 или даже в 6 раз. К сожалению, я не смотрел, какие реально были коэффициенты по этому контракту, подобному договору, но я думаю, что существенные. То, что Англия может покинуть ЕС, это было просто нереально. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Исторически избиратели предпочитают сохранить текущее положение вещей, и при отсутствии значительного перевеса, такого у нас не было до, собственно, самого Брекзита, были абсолютно оправданные основания, допускающие то, что избиратели проголосуют за то, что Англия должна остаться в рамках Европейского Союза, и ничего не должно было измениться. Помимо фунта, который рос на позитивных ожиданиях, что Англия не покинет ЕС, положительной динамикой отметилась в середине недели еще австралийская валюта. Здесь нужно сделать акцент на опубликованные протоколы. Важные события. Я думаю, что если бы у нас не было Брекзита, то, может быть, внимание к протоколам РБ Австралии было бы более существенным. Сейчас интерес к австралийцу еще более выражен, поскольку РБ Австралии в одном шаге от решения снизить процентную ставку. Поэтому мы готовимся к этому. И судя по протоколам, то, что регулятор может пойти на подобные изменения, вероятность этого весьма высока. Сейчас РБ Австралии старается следить за инфляцией. И если обратиться на майский отчет, мы помним, что инфляция существенно просела, снизилась до 1,5%. И я думаю, что в следующем месяце мы сможем увидеть индикатор даже на отметке 1,3%. И если это случится, единственная возможность исправить ситуацию, ну, либо хотя бы воспользоваться снижением уровня инфляционного давления, это смельчить экономическую политику. Главный инструмент в рамках РБ Австралии – это снижение процентной ставки. Вот, собственно, мы и ждем этого новостного повода. Но я думаю, что если не дождемся, то против австралийца выступит либо Китай, который сейчас начнет активно дисконтировать риски, связанные с Брекзитом, либо железная руда, которая остается барометром для австралийца и австралийской экономики. И в случае снижения австралийская валюта также отступает. В случае снижения цен на железную руду напоминает то, что этот актив является главным экспортным товаром для австралийской экономики. Нефть претендовала на закрепление выше 50 долларов за баррель. И понятно почему. Потому что трейдеры обсуждали Брекзит и понимали, что если на рынке не будет озвучен в качестве реальности вот этот мрачный сценарий, тогда можно будет рассчитывать на продолжение роста мировой экономики, то, что прирост в 2017 году будет более существенным, что подстепнет спрос на сырьевые товары. Но вы знаете то, что эти предложения уже не состоятельные. И нефть в принципе логично отреагировала на факт выхода Англии из ЕС, поскольку понимает, чем чревато это для мировой экономики. Конечно же спадом и сокращением потенциального спроса. Поэтому в пятницу мы видели серьезное ослабление бренда, который провалился ниже уровня 49 долларов за аббат. Хотя до Брекзита, до референдума народного волеизъявления, внимание трейдеров не могло, собственно, мимо внимания трейдеров не могли пройти сообщение о том, что без столкновения в Нигерии, на что мы делали ставку в течение последних нескольких недель, сходит постепенно на нет. А значит тот спад, который был более существенным и выраженным, чем в других регионах. Напомню, что в Нигерии объемы производства снизились с 1,7 миллионов до 0,9 миллиона. А сейчас уже этот новостной фон и фактор как поддержки для черного золота не так выражено, поскольку мы понимаем то, что без столкновения уже в прошлом. Я думаю, что ситуация будет и дальше стабилизироваться. И, соответственно, Нигерия вернется к прежним объемам производства. То есть на рынке появятся дополнительные предложения, что усилит давление на нефть. Помимо этих факторов, безусловно, еще нельзя обойти стороной и регулярную статистику по объемам запасов нефти США. По версии АПИ запасы снизились на 5,2 миллиона, что также сначала оказало локальную поддержку нефти. И официальная статистика, собственно, имела возможности подкрепить бычий посыл, поскольку по официальным данным администрации на электрической информации США запасы также снизились, ну не так серьезно, как по версии АПИ, но все равно практически на 1 миллион баррелей. Но поскольку рынок не отреагировал ростом, можно сделать простой вывод о том, что сообщения о взятой под контроль ситуации в Нигерии оказались более определяющими для трейдеров. Ну действительно, раз этот фон был ключевым для нефтитрейдеров в течение многих недель, то, что он изменился, нельзя было не торговать и не использовать тем трейдерам, которые делали ставку на ослабление позиций бренда. Я надеюсь, что среди вас есть много таких. В частности, я традиционно призываю вас рассматривать возможность именно продаж бренда, поскольку на рынке, как ни крути, нет по-прежнему серьезных оснований, указывающих на то, что черное золото может продолжить восстанавливаться с точки зрения ценовых позиций и закрепиться выше 52-53 долларов за баррель. Помимо этого, хочу разбавить нефтяной фон еще статистикой по ОПЕК. В частности, объемы производства в Саудовской Аравии выросли с 10-22 миллионов баррелей до 10-26, и параллельно, если уж объемы производства выросли в Саудовской Аравии, можно было посмотреть и на выработку в рамках Ирана, там также прирост уже до 4 миллионов баррелей. Цель номер один реализована, но мы помним, что Иран не собирается останавливаться на планке в 4 и будет и дальше увеличивать производство, пытаясь озагнать показатели до 4,5, может быть, даже еще больше. Рынок был уверен в том, что на референдуме в Великобритании победят сторонники членства именно в ЕС, поэтому такой исход голосования стал фактором поддержки цен на нефть. Мы наблюдали это в четверг, но уже в пятницу ситуация изменилась, поскольку реальности стал другой исход. В среду рост европейской валюты возобновился, а вот доллар не просто взял локальную паузу, а даже понес небольшие потери против иены. Статистики в среду было немного, поэтому участники рынка продолжили фокусироваться на выступлениях чиновников. В частности, выступил представитель ФРС Пауз, который отметил, что на вопросе повышения ставок сейчас лучше занять выжидательную позицию. Я думаю, что Пауз целиком ориентировался на Брекзит и, может быть, допускал возможность выхода Англии из ЕС. Но в любом случае его позиция была рынком услышана, и трейдеры несколько притормозились покупками доллара. Более того, даже увидели локальное ослабление. Хотя, с другой стороны, помимо Пауза давление на доллар еще было оказано и прогнозы Международного валютного фонда по поводу темпов экономического роста американской экономики. В частности, на 2016 год до конца этого года. МВФ планирует увидеть спад МВП с 2,4% до 2,2%. Но, в любом случае, посмотрим. Если Брекзит все-таки приведет к тем негативным последствиям, которые может привести, тогда да, буквально все регуляторы, все регионы вынуждены будут столкнуться с коррекцией по этому показателю. Но если все-таки американская экономика сможет выстоять, то мы будем наблюдать более хорошие оптимистичные цифры. Также МВФ отметил то, что на текущий этап американская валюта перекуплена больше, чем на 20%. Это также информация для размышлений. Может быть, хороший повод для кого-то сделать ставку на распродажи американцев. Также вышли данные по рынку недвижимости. Мы в последнее время обращаем много внимания на этот сектор, поскольку с рынком труда уже все понятно. Там один исключительный прогресс и позитив. Да и на рынке недвижимости также в последнее время сложился подобный тренд. Продажи вторичного жилья в мае показали максимальный темп прироста за последние 9 лет. Это явный признак увеличения спроса на фоне низких процентных ставок. И вы помните, мы с вами говорили, что если рынок готовится к росту ставок, то сейчас спрос на ипотеку будет куда более высокий, поскольку есть возможность взять на себя это кредитное премие по более выгодным условиям. Поэтому до повышения процентных ставок, уверен, рынок недвижимости продолжит создавать хорошие условия для роста доллара. Мы будем готовы к этой хорошей статистике. И, разумеется, каждый такой позитивный отчет будем закладывать в тот самый базис, который может стать основанием, надеюсь, неплохим, для того, чтобы ФРС пошел на ужесточение монетарной политики и на повышение косрочных процентных ставок. Собственно, по статистике, сейчас вы видите на экранах, то, что продажи выросли на 1,7 миллионов с прошлого показателя, который был на куда более скромном значении. Собственно, за год мы наблюдали максимальную цифру, показатель с февраля 7-го года, 4,5%. Доллар канадец практически всю неделю консердился на отметке 1,28, однако уже к торговой сессии четверга отступил до отметки 1,27. Произошло это на фоне укрепления садьевых валют и, в том числе, соответственно, роста нефти. Однако результаты, опять же, референдума Англии привели к изменению всех планов в отношении канадца и не только, и стали причиной, опять же, серьезного роста доллара и ослабления канадской валюты. Поэтому с отметки 1,27 в пятницу мы видели, как пара очень быстро долетела до сопротивления 1,30, и оказалось даже выше. Поддержали канадца в начале и в середине прошлой недели не только рост цен на нефть, но еще и хорошая статистика по роничным продажам, которая выросла на 0,9%. И, возможно, эта статистика является следствием возросших расходов и увеличенных продаж на заправках. Это, собственно, опять же, вывод, которому пришли непосредственно канадские статистики. Но будем уважительно относиться и к этим данным. Роничные продажи выросли, это неплохо. Но все равно они не способны перекрыть ту массу негатива, которую мы получили по макроэкономическому фону из Канады в последнее время. И, возможно, самый главный негативный сигнал – это слабый показатель по ООП. На этой неделе у нас новый отчет по канадской экономике, новый отчет по темпам экономического роста и восстановления. И, в частности, я, как и обещал, предлагаю вам сфокусироваться на том, что статистика будет еще хуже, потому что в этот раз мы будем наблюдать, каким образом пожар в Альберте, который имел место быть в прошлом месяце, привел к экономическому спаду. Даже, поверьте, скромной оценке многих аналитиков, ВВП должен был просесть больше, чем на 0,2%. Посмотрим, как оно будет на самом деле. Фунт четверга до оглашения итогов референдума добрался до отметки 1,50. Реагируем на данные опроса агентства ЮГОФ, которые были даны в газете «Тайм». В частности, перевес там был 51 против 49, разумеется, в пользу тех, кто выступает за сохранение членства в рамках ЕС. Помимо ожидания позитивного исхода голосования, в Англии ПК помогла еще и статистика по деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны. В целом, аппетит к риску в этот момент усилился, потому что по деловой активности мы увидели прирост до 54,4 и 52,6 соответственно. Соответственно, давненько мы не видели хорошей статистики по еврозону, но я думаю, что еще больше не увидим после случившегося Брексита. При этом нужно понимать то, что экономика Германии, вероятно, не сможет сохранить свой быстрый темп роста во втором квартале. Если даже обратить внимание на последние прогнозы Бундесбанка, то, как уже было заявлено, на 2017 год ожидается серьезный спад, который будет ознаменован, собственно, просадкой ВВП до 1,5%. Ну, разумеется, ВВП все-таки удерживается на положительной территории, но это серьезный контраст с прошлыми прогнозами, которые допускали возможности экономического роста больше, чем на 1,8%. И я напоминаю то, что вся эта статистика, она была актуальна до Брексита. Теперь прогнозы экономического роста нужно будет пересматривать в совершенно ином ключе. И после Брексита, я думаю, что еврозона уж точно лишится как минимум 0,3% по экономическому росту. То есть негатив, он уже обретает совершенно другой подтекст, давление на евро долгосрочное будет еще более выраженным, поскольку такая реальность еще больше выпячивает возможность действий Европейского центрального банка по новым мерам экономического стимулирования, снижения ставок, либо расширения программы количественного осмельчения. Ну и, конечно же, пятница, когда всем стали известны итоги референдума, когда случилось то, что мало кто прогнозировал, когда бешеный спрос на защиту спровоцировал серьезное ослабление рисковых инструментов, вы это все прекрасно видели и знали, каким образом менялась остановка СИП. Я предлагаю сейчас не тратить время, поскольку все-таки это событие уже миновало, о нем мы говорили очень много, и просто подведем итоги того, как отреагировали валютные пары и перейдем к предстоящей неделе. Пара доллар-японская иена добралась до поддержки 100 и в моменте даже торговалась ниже. После этого мы увидели локальный всплеск интереса к доллару, поскольку все вспомнили о том, что в любой момент решительность может проявить японский регулятор. И эта идея сохраняет свою актуальность по текущему моменту. Европейская валюта против доллара добралась до отметки 1.10. Это было нашей ближайшей целью, и хорошо, что мы коснулись этого рубежа. Фонд с уровня 1.5018 свалился до отметки 1.3228. 1800 пунктов, и мы видим то, что прессинг на фонд по-прежнему сохраняется. Уже, между прочим, активно призывают Англию, чтобы принять положение 50-й статьи Лиссабонского договора. Это как раз тот самый документ, который полностью расписывает процедуру выхода региона из состава ЕС, но никаких комментариев пока от руководства Англии не последовало. Собственно, будем ждать. Несмотря на то, что Кэмерон подал в отставку, ему придется сейчас еще направить, собственно, процесс, поставить его на нужное русло. Мы посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше. Но пока мы видим то, что неопределенность только усиливается, что создает давление на рисковые инструменты. Доллар-канадец, как я уже отметил, коснулся сопротивления 1.30, оказался выше. Доллар-швейцарский франк, после того, как трейдеры стали уводить капиталы в расположение швейцарской валюты, то есть защитного инструмента одного из самых интересных в этом плане, Национальный банк Швейцарии не удержался и не отказал себя в удовольствие помочь национальным производителям через валютные интервенции. Они были стоящими, серьезными, существенными, потому что мы в моменте увидели, как пара USD-свейси, вопреки присутствующего фона Брекзита, выросла практически на 300 пунктов, оказалась выше 0.97. И по-прежнему вот этот тренд, он сохраняет свой потенциал в дальнейшей реализации, как я же отметил в ходе сегодняшнего брифинга. Пока мы доберемся, не доберемся до паритетного значения, отказываться от длинной идеи по паре USD-свейси ни в коем случае не нужно. Ну, собственно, это основные события прошлой недели. Плавно давайте переключимся на то, что у нас впереди. Несмотря на то, что релизы будут вроде бы как стоящие, интересные, в любой другой, скажем, раз мы бы обратили на эту статистику, может быть, больше внимания. Но сейчас все-таки ключевой фундамент – это Брекзит и то, как рынок будет отходить от выхода Англии из состава ЕС. Это шок. Сейчас трейдеры находятся в такой прострации. Разумеется, потребуется время, чтобы взять ситуацию под контроль, чтобы адекватно ценить перспективы интересных для трейдинга валютных активов. Мы будем за этим следить, но помимо все-таки Брекзита и новостного фона, который связан с ним, обращаем внимание еще и на статистику, которая также на повестке и про которую ни в коем случае не нужно забывать. В частности, из отчетов завтрашнего дня. Особый уклон я хочу сделать на годовые данные по ВВП. Судя по прогнозам, ожидает нас хорошая статистика. Да и плюс ко всему, в начале прошлой недели Джанет Йеллин, как я отметил в ходе этого вебинара, позволила трейдерам, либо намекнула трейдерам, рассчитывать на то, что ВВП все-таки в втором квартале будет лучше, чем ВВП первого квартала. Но пока мы все-таки имеем дело с оценкой за первый квартал, хоть и пересмотренные данные, но я думаю, что действительно основания для расширения экономического роста и есть. И хороший отчет по ВВП будет добавлять оптимизма в отношении роста доллара и усиливать вероятность того, что ФРС пойдет на повышение процентной ставки до конца этого года. Отчет американского нефтяного института API. Это статистика, которая будет интересна нефтетрейдерам. Смотрим за фактическими цифрами и смотрим за тем, как меняются запасы. Если запасы снова просели, как по версии API, так и по версии администрации инвестической информации, тогда у нефти будет локальный фактор поддержки. Но вот сможет ли он противостоять уже факту серьезнейшей неопределенности потенциального спада промышленного производства в рядах регионов и, соответственно, снижения спроса на энергосрегию? Это большой вопрос. Я думаю, что все-таки Брэзит будет более серьезным фундаментом и, соответственно, сила медведя окажется более определяющей. В среду данные по индексу потребительских цен в Германии, предваряющий индикатор аналогичный отчет по еврозоне, который будет выполнен спустя сутки. В частности, плавно можно перейти на четверг, поскольку день будет более интересный. Это отчет по инфляции в рамках еврозоны. Сейчас будет, конечно же, интересно понаблюдать за этой статистикой, поскольку Драги уже дал понять, что готов задействовать дополнительные меры поддержки, если того потребуется ситуация, если экономическая конъюнтура ухудшится. Она реально ухудшилась уже после пятницы. И если еще индекс потребительских цен, если абстрагироваться от Брэзита, будет указывать на то, что инфляция по-прежнему продолжает снижаться, тогда уж точно мы дождемся, опять же, обещанного со стороны ЕЦБ, что станет еще большим фактором давления на евро, что мы, разумеется, используем. Потому что вслед за целью 1.10 после локальной проторговки, я думаю, что мы с вами замахнемся на следующую поддержку, которая значится на уровне 1.05. В четверг еще будут опубликованы данные по ОВП Англии. К сожалению, пока не будут закладывать и отражать ситуацию с Брэзитом. Поэтому этот отчет можно будет в конечном счете просто проигнорировать, потому что это не объективная статистика. А вот спустя какое-то время, месяц, если уж быть точным, мы будем уже говорить и про то, каким образом Брэзит повлиял на темпы экономического роста Англии. И здесь, наверное, можно готовиться к самому худшему релизу за последние несколько лет. Но если уж мы по фунту увидим минимальное значение за 31 год, то почему бы нам не ставить на то, что Англия может, к сожалению, оказаться даже на пути спада, ухудшение темпов роста и постепенного сползания в пропасть под названием рецессия. Рисков будет очень много, фунт будет находиться под серьезным давлением. И я думаю, что мы будем стоять в верном направлении, потому что мы традиционные медведи и продавцы по британцу. И я очень надеюсь и верю в то, что многие из вас, которые следят за брифингами, которые посещают правильные понедельники, не отказываясь от коротких сделок по фунту, и смогли получить свой достаточный для каждого профиль. В четверг как раз отчет по ВВП, о чем я вам говорил в ходе вебинара. Ждем, каким образом пожары сказались на этом показателе. Но, как я уже отметил, худшим и плохим, разумеется, образом, значит, снижение индикатора экономического роста будет усиливать вероятность того, что канадский регулятор в ходе заседания, которое состоится в июле, может вслед за другими регуляторами, уже постфактум брейзета, пойти на снижение процентной ставки, чтобы хоть как-то помочь национальной экономике. Ну и в пятницу у нас в прямом смысле день индекса деловой активности в производственном секторе. Германия, Китай, Еврозона и Англия. Здесь в целом говорить, конечно же, можно много по индикатору и состоянию данного сектора соответствующих регионов. Я предлагаю все-таки дождаться непосредственно самих цифр, да и в целом понимать то, что эта статистика также не будет еще закладывать риски, связанные с Брекзитом. А вот настроения, которые у нас спустя неделю будут увлекованы по ИФО, вот те уже укажут на то, что же думают промышленники по поводу будущего еврозоны. Уже, скажем, интеграционного союза без одного члена интеграционного союза, который в прямом смысле начинает постепенно разваливаться. В пятницу также выйдет отчет деловой активности АСМ в производственном секторе и индекс разгона инфляции. Вот на разгон инфляции я советую обратить наибольшее внимание, потому что он будет готовить нас к общему показателю по индексу потребительских цен, который является последним оплотом нерешительности ФРС, поскольку только из-за низкой инфляции. Пока многие голосующие члены никак не могут отдать свои голоса в пользу ужесточения монетарной политики. И отчет Бекер Каджис по активным нефтяным платформам. Соответственно, здесь мы с вами настраиваемся на очередной прирост, потому что текущие цены, пусть и недалеко от 50 долларов за баррель, как было сказано выше, являются приемлемыми для американских сланцевых производителей, чтобы они раскупорили буровые установки и, собственно, добавляли предложения со стороны США. Если количество платформ вырастет, тогда мы получим еще один фактор давления на позиции бренда. На этом все. Заключительный слайд, как обещал, это прогнозы по ориентированным целевым валютным парам. Евро-доллар все-таки в рамках предстоящих нескольких дней. Даже не будем говорить, что до конца недели. Каждый брифинг я буду актуализировать эту информацию, но сейчас я допускаю то, что после достижения локальных экстремумов рынок может попытаться побороться за еще место под солнцем и показать хоть какое-то, собственно, лидерство, в частности, европейская валюта, чтобы отстоять незначительность своего бычьего потенциала. Если это случится, тогда по евро-доллару мы сможем увидеть отметку 1.12. Австралиец, снижаемся, 0.72 доллара японской иены. Рассчитываем на рост американцев, ослабление японской иены. Возможно, помогут нам в этом валютные интервенции страны Банка Японии. И фунт-доллар также рассчитываем на спекулятивный интерес после серьезных распродаж и возможности ухода фунта в район 1.35. Так, собственно, на этом все. Если есть вопросы, задавайте либо в рубрику общий чат, либо в вопросы. Вижу вопрос от Валерия. Да, вы все правильно поняли. Но из сырьевых валют я предлагаю особую ставку сделать на канадца. Тем более, что по USDCAD у нас уже факт пробития поддержки, точнее сопротивления 1.30. Она уже позади. Мы рассчитываем на то, что нефть будет снижаться из-за высокой компенсационной связи с канадцем. Канадская валюта также должна оказаться под давлением. Больше возможный пресс на доллар будет оказан со стороны выхода ожидаемо слабых данных по ОВП, поскольку, как я уже отметил, они будут настраивать на возможность снижения процентной ставки. Ну и, помимо всего прочего, сейчас мы еще ставим на то, что трейдеры вообще очень плохо относятся к сырьевым валютам из-за случившегося Брэнзита. И, скажем, в куларах настраиваются на то, что ФРС даже вопреки сложившимся макроэкономического фона не откажется от идеи повышения ставок. А это уже бучий сигнал для доллара. USDCAD 1.32. Вот на эту цель я предлагаю вам сейчас замахнуться. Ну, поскольку вопросов больше нет, огромное всем спасибо за внимание. Надеюсь, что Брэнзит прошел неплохо для вас и ваших депозитов. Вы не просто сохранили их, но и смогли получить хоть какой-то профит. Может быть, кто-то смог урвать серьезное движение, конвертировать его уже в хорошую прибыль. Я надеюсь, что именно так оно и случилось. Со своей стороны обязуюсь сейчас держать вас в курсе всего происходящего. Как вы понимаете, то, что я снова перенял эстафету своих коллег, у Александра Максимова и Ильи Привалова, поэтому с вами буду теперь я в предстоящей неделе. И, соответственно, буду держать руку на пульсе и освещать все самые интересные, важные события, которые появляются на рынке. Потому что это моя обязанность, это моя задача. Я хочу, чтобы вы все были крайне информированы о всем, что происходит на финансовых площадках. Еще раз большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, не забывайте канал на YouTube. Подписывайтесь, кстати, на наш канал и оставляйте комментарии. Ну, помимо того, что нужно ставить большие пальцы и лайки. Будут вопросы, можно писать их там, либо использовать для этого форум Amartens, где у меня есть своя аналитическая ветка. Хорошая вам торговая неделя. Продолжаем резонировать от Брэкзита и проводить прибыльные сделки. Попутного тренда и хороших сделок. Всего доброго. До свидания. Продолжаем.